так 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 не надо что все встали если я встал это не знаю что всем надо встать ребята я встал где ловит ой какая ты неловкая да что же такое малышка ты чего привет я вышла ненадолго у меня маленький заряд батареи вообще не планировала выходить в эфир но думаю господи давно же не было надо выйти и у меня на телефоне сегодня нет денег то есть я только с вайфая который вот у нас здесь вайфая ловит не везде поэтому я сейчас немножечко потопчусь на одном месте и выйду из эфира он к сожалению ловит только вот на внутреннем дворе а у меня сейчас все собаки его там вот гуляют в основном ну кроме тех кто трется об ноги это же само собой понятно домара пришла тоже притерлась немножко огни малыш вот смотрите мячик прихватизировали все уже это что такое что это было сейчас зачем это я сама испугалась расходимся а у лавруши смотрите слюна лавруша лавруша а чего на слюнка как у дауна ну я-то знаю почему потому что там вот сейчас макс занимается едой с утра что лучшее что может быть с утра это конечно позавтракать а я считала что надо сначала погулять они все набились здесь ждут когда их будут угощать блин вот какой-то неудачный выгул получается и рычат друг на друга да супер выгул вообще а люси там уже по моему нос высунула так а давайте попробуем все отойти что ли смотрите просто скучка скучковались мы неблагоразумно отойдет не собачки пойдемте ну нет они все там притарчивают ну кроме самого преданного конечно ну и огни огни осторожно так маленькая колесничка решил упасть извините я тут поправляю собачку на коляске простите пожалуйста не падай в ямку все вот так вот так не падай вельги фортис не трогай собаку а макса мы отправили за за волшебными баночками для меня вот она и жать собаку всех разборомутил спасибо можно я присяду пожалуйста нет да я присяду вот так кто самые преданные собачки оказывается тоже преданная собака не ожидала куда ты лезешь животные не 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 лапами не надо не надо лапами это жестко что ты переживаешь так на боже нет к сожалению посидеть мне не удалось так ты еще и за стул решил зацепиться все счастливая рожа такая нет вафли нет нет не на ну боже зачем решил развернуться через стул вообще вот в глазах вот только сплошное счастье да и собрать то есть как это мозг сейчас не соображает он просто счастлив вот судя по тому как он сейчас со стул вместе поехал вообще полностью был отвал башки да 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 мой еще один пришел эй эй я что погладить хотела вот так все только не конкурируйте мне слушать это не макс уехал это зима уехал блин как так-то вильги форте с вильги форте с перестань перестань я отвечаю на вопросы вопрос такой конечно как мне удавалось во всем чем я занималась достигать высот у меня есть абсолютно четкий ответ на этот вопрос он звучит как трудоголизм и перфекционизм вот это два моих основных качества во первых я не умею отдыхать абсолютно то есть я работаю всегда и для меня это нормально вот меня не понимают люди особенно меня не понимает моя семья когда я от них начинаю требовать того же то есть у меня есть такая негативная черта характера когда я начинаю осуждать своих родных за отдых например я знаю сама что это плохо и я пытаюсь от этого отучиться и вдолбить себе мысль о том что человек имеет право отдыхать и что не все как я но у меня это такая болезненная тема скорее наверное то что я не умею и не хочу отдыхать мне хочется работать всегда ну я имею ввиду там конечно сейчас я хожу да на выгуле но с какой-то точки зрения тоже работа эта работа сейчас по собакам вечером начнется работа по фотографиям и все и мне не нужен какой-то специфический отдых если я даже пойду в кино я не ходила в кино наверное уже года три может и четыре я честно вот я пойду в кино и все равно буду думать о том что как собаки а почему я же привыкла смотреть фильмы за работой тоже ну то есть у меня так нельзя вот я включаю себе открываю редактор графический и рядом включаясь и маленькая кошка сериалом или с фильмом и так смотрю это я сходила в кино считаете для меня это нормально давайте так не будем и когда я диме предъявляю часто что ну типа что ты отдыхаешь по вечерам он немножко злится потому что говорит что не все должны работать постоянно как ты я говорю я же работаю сижу ну и что это скорее такой образ жизни не знаю это всегда так было то есть у меня болезненный радикализм был и на киносъемочной площадке но там-то ладно там было легко когда я перешла фотографии набрала себе заказов столько что у меня ретуши было на год вперед то есть я реально сдавала съемки которые я сделал ровно год назад вот тогда да тогда у меня даже уже клин пошел я мечтала остановиться чтобы отретушировать отдать весь материал и начать как без чистого листа никогда не могла остановиться все брала всегда заказы брала 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 сколько было столько брала практически на кроме каких-то там таких которые мне казалось которые мне не нравилось делать например такое тоже было вот по поводу разгрузки и того что мне нужно себя разгружать поверьте я получаю огромное удовольствие от всего что я делаю и я таким образом себя тоже не нагружаю то есть да у меня наверное как и физически активность и творческая активность ну так на пределе да но мне это все безумно нравится и в этом есть мой кайф мой отдых и мое удовольствие то есть я не страдаю до от нагрузок наоборот я их беру столько потому что мне нравится делать все что я делаю я счастливый человек именно потому что я зарабатываю тем что мне нравится безумный мне это безумно нравится и живу соответственно да тяжело физически тяжело там мало сна хреновая еда постоянные какие-то нервы но но посмотрите это же счастье ну вот это вот все это же счастье огромное я не знаю зачем мне разгружаться наоборот наоборот все классно то есть вы сейчас со стороны пытаетесь рассуждать о моей жизни но уже вы же не я правильно чтобы говорить что там на самом деле я чувствую насколько мне там тяжело или не тяжело нет поверьте мне давайте так я знаю лучше так слезь него пожалуйста слезь слезь не надо так делать дед проснулся вышел начал всех нервировать своим присутствием почему то они его как сексуальный объект все причем все хаски и слип нир в том числе воспринимают кстати а где слип нир наверное он где-то у лис а я вот на про здоровье я уже тысячу раз говорила по моему никто из нас не может назвать себя здоровым ни один человек это надо быть совсем на себя повернутым чтобы вот в современном мире с современными нагрузками с работой со стрессами так вот следить за своим здоровьем чтобы сказать я абсолютно здоровый человек но это это как бы тоже не очень нормально это такой уже в этой га изм нереальный но это мое мнение что случилось то что такое-то макс что случилось ведра у спинальников ведро с водой ну зайди там можно взять и кто который свой может там даже 2 вот черную вот эту женщину с собой забери вот ее да вот туда за загони ее пожалуйста если получится остальных не загоняй все спасибо что люси хочется тебе 3d коляску мне тоже хочется деться 3d колеса по поводу души на старой земле вроде как сделали но точнее так сделали переключатель но макс там делает ремонт он сейчас там живет за ремонт вот так вот мы решили сделать это очень удобно вот макс там тоже поправил почти все но души не точнее как вода льется с потолка нет сам еще не прикручена сама вот эта душевая ручка но по крайней мере есть переключатели горячего и холодного адекватный так что я уже без слез мою голову скоро совсем будет все хорошо про какого мелкого я во первых щенков здесь нет вообще что такое что случилось ты зацепилась щенков нет вообще никаких огня подожди а ты колесиком зацепила за веревочку сейчас секунду ребят все это огни она взрослая собака очень-очень взрослая давно с нами живет у нее нет глазика но она спинальница как вы видите и сейчас вот этот вот товарищ который сейчас виляет хвостом вот он он тоже не щенок он взрослая собака уже наверно трехлетняя просто выглядит как дурачок по поводу моего цвета волос я вообще-то да не чуть-чуть осветлилась так а просто нафиг осветлилась радикально как бы сейчас ну я же еще и пыталась мы станет билеткой пытались меня покрасить в фиолетовый цвет я же люблю такие единорожные цвета ну короче фиолетовый смылся теперь я чисто желтая и надо наверное розовым закрасить просто опять это все должно делаться в домашних условиях на которые нет пока что времени но цель есть здравствуйте что ж такое то вы сегодня просто в ударе столько раз путаться ребят я сейчас попробую пройти на вот туда вот на ту территорию куда виспасиан пошел потому что первое мне надоело в дворе тусовать здесь громко второе мне надо найти с липнира потому что он куда-то запропастился а черный черная это так старая причем старик уже такой ветхий пенек такой так держу у нас мир если исчезнет связь потерпеть я найду с липнира и выйду туда где снова будет ловить мне сейчас надо просто его увидеть они у нас стерилизованы кастрированы кроме тех кому по состоянию здоровья по кардиологии нельзя это делать например домре нельзя и домра у нас ходит не стерилизованная соответственно вот так вот идешь и на гончую натыкаешься здравствуйте давай давай вперед иди пожалуйста спасибо так сейчас пройдем странно что связь еще есть нам категорически везет так эти опять да 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 ну конечно вот так вот не надо вот поэтому спинальников нельзя оставлять господи боже парное катание оставлять без присмотра на выгуляние обязательно зацепятся друг за друга или за березу или за что-то еще их надо регулярно расцеплять колесиками это еще только первая партия как бы они гуляют двух двумя партиями ну дальше что дальше что пробка образовалась все погнали давай весь ты у нас сегодня главный до лидер какой-то ты ленивый лидер ты создаешь здесь пробей весь но есть и так медленно идешь давай я 1 пойду о не они нет это фреха фря сюда зашла ясно где же у нас и главное он не подает голосом никаких команд мне то что он где-то застрял прийди вперед ладно сейчас нам надо найти того его собрата ну чего то есть что за паника такая вот мы в прямом эфире сном ты собака в глазки заглядака я знаю это такой типаж собак целый не трогая пожалуйста и ты тоже такая же собака ой а ты вообще чемпион в этому папа и в этой дисциплине собака в глазки заглядака да 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 еще 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 щипы в нос так второй дубль два попытаюсь пересесть так так Слепнир у лисиков торчит, но там не ловит связь. К сожалению, в этом показать я вам его не смогу. Он просто залип у решетки, стоит там и безотрывно смотрит туда. Тебя тоже погладить, я знаю. Ой, ты сразу переживать-то вафлю, смотрите, я его не глажу, да, сколько переживаний сразу у собаки. Что же, что же, как же быть? У меня одна рука, а второй телефон, простите. Понятие, простите. Да, у кого язык надо почесать, срочно язык чешется. Так. Смотрите, помчал чар. Все, скандал. Потому что я не люблю этого замешивания корма прямо перед забором, когда все собаки смотрят. У них вместо выгула получается ожидание какое-то. Мамины мальчик, да. А ты мамины девочка, конечно. А это вот конкуренция пришла сразу. Мамины девочка сегодня очень активно гуляет. Я про Фрею. Так, нет. На шею лезть не надо, а это вот не надо. Короче, сейчас никак. Опять за стульями катаются. Чар, не трогай ты огню. Огня гуляет во втором выгуле обычно. Не в этом. Но я решила что-то вывести ее в этом. Ее все так нюхают и все на нее так смотрят постоянно. Она даже растерялась на какой-то момент. Так. Эйр меланхолично выгребает корешки. Боже, опять. Опять начнется горбом. О, Домра пришла погладиться. Домра. Вторую поклажку не видели? Что? Вторую поклажку требует гореть. Закончилось, наверное? Или ты лежишь в пустую? Я вчера две привозил. Ну, посмотри, если в сарае нет, то я не знаю где. Ну, а может быть, в машину не с нами лезть. Да ладно. Значит, приедет. Все, это он что-то. Блин. Продолжение. Блин, как здесь громко. Как здесь громко стоять. Пробую отойти хоть куда-то. Эфиры мои все сохраняются. Так. Так. Нет. По ушам получится такое. Эфиры все мои есть на ютубе. Если... Ну, то есть, у меня два профиля на самом деле на ютубе. Как-то так повелось, что я сначала начинала с одного, а потом перешла на другой и что-то только теперь на другой пощу. Соответственно, надо искать на обоих. Мне кажется, что... Блин, я не знаю. Он точно записан, и он точно там с названием соответствующим. Надо посмотреть. Смотрите. Мой нынешний профиль на ютубе очень легко найти. Он стоит ссылкой в инстаграме в шапке профиля. То есть, вы переходите по этой ссылке, выбираете кнопочку под названием «Наш ютуб». И там надо смотреть видеозаписи прям по названиям. Это был старый эфир, где-то зимний, по-моему. Соответственно, второй профиль нужно искать через поиск ютуба. В поиске забиваете «Жизнь Китри». Это потому что уникальное название, по которому легко найти. И жмякайте на автора этого канала. Там тоже Дарья Пушкарева, соответственно. И ищите там. Простите, что все так сложно. Но мне кажется, что я иначе не могу объяснить. Жизнь Китри надо забить, чтобы найти мой второй канал. Вот. Но там дальше уже, я думаю, разберетесь, найдете. Я, честно, я просто не помню, на каком из выложен этот эфир. Вот. Если не найдете, то напишите мне все-таки в директ. Можете даже написать мне в комментарии, чтобы я посмотрела директ под любым, ну, под любым из новых постов, если не найдете. Я попробую найти сама. Ой, чё это её вшторило так? Эйр, ты чего? Чё я тебя вштырила? Ой, жаль, что был в тени. Короче, она играет с ним, а Веси мимо идёт и скалится на неё. Так, а этим что за счастье подвалилось здесь? Почему они чё-то жрёте? Вы чё жрёте-то? Вот, ничего. Странно всё это. Вот, такс. Такс, он старенький очень. Он весь седой и без зубов. Ой-ой-ой, стопы-стопы-стопы-стопы. Вот и всё. Так, так, по ушам маленькую смотреть, так, таким взглядом похотливым. Встали. Я отхожу отсюда, потому что будет скандал, если я здесь останусь. Давайте расходимся. Эйр, эйр. Успокойся, не трогай. Так, я ещё раз сказала, иди гуляй спокойно себе. Сейчас я тебя возьму и загоню, ты понял? Иди-ка сюда. Сейчас мы немного погоняемся с ним. Он чувствует подвох, что я начала охоту на него. Вот туда и иди. Нефиг мне малышку трогать. Фух. Этот стул так и манит меня. Ну что? Ещё посидим. Ты такой миленький. Так, все запутались с колёсами. Вы вибрособачки, да? Все в лиси и профиль уже зашли, новеньких посмотрели, а? Какие они красивые приехали. Жирненьких нам отправили. Прям таких жирненьких песцов. Ну и лисички в хорошей форме, в хорошем состоянии. Прям отличные. Да, вот зацепились, так и стоите теперь. Блин, не знаю, как это показывать. Короче, буду показывать то, что я вижу перед собой. Вафля тут будет тереться рядом со мной постоянно. Вафелька, да я не забыла тебя погладить в очередной раз. Просто собака-преставака, без меня жить не магяка. Да. Кто бы мог подумать, что он настолько человек одного хозяина, как собака одного хозяина. Никогда бы не подумала по его первоначальной истории и по тому, как он там своим характером меня распугивал всех собак поначалу. И когда жил он у меня в спальне, что он настолько цикленный, может быть, цикленный на мне. Ну, то есть, настолько цикленный на своем человеке. У него нет таких привязанностей больше никому. Но на чужих он лает. Ну, вот к Диме, допустим, к ребятам. У него нет привязанностей. И изначально так было. Когда же он даже голодовки-то устраивал, чтобы в спальню обратно ко мне пропасть и жить рядом со мной. Но там он очень сильно терроризировал всех собак, поэтому я его возвращала в спальню после его голодовок. Но в конце концов сказал, нет, дорогой, будешь жить в спинальном корпусе, где его еще, ну, как-то можно контролировать его вот эти вот агрессивные порывы. А в спальне он просто всех застраивал, давил, и это было ужасно. В общем, вот. Так, только в ямку не падаем, ладно? Вот так вот, молодец, обошла умная собака, молодец. Хинкаль. Хинкаль. Здрасте. Без тебя никуда. Хинкаль. Ой, мы не любим, когда нас чешут по лву. Ну, простите, ладно, буду жирный бок чесать. Хорошо. Господи, да дайте собаку-то погладить, собаки. Давай. Вот так, вот так мы любим, да. Только второй, меня вторую руку просто сейчас подпихивают головой вот этой вот, вибрирующей. Да, еще чесать, да, да, поняла, хорошо. Еще чесать? Ой, чешите, пожалуйста. Хорошо, еще почешу. Все, почешу и я отхожу. Все, все, а то тебя сейчас колес умею цепануть. Люся, ты сучка? Да, я про тебя. Ой, какая ты сучка. Лежит и охраняет баки с едой, чтобы первой все досталось. Ир тоже пришла понаблюдать за этим делом. Чар, да отстань ты от нее, а! Что-то я уже перепеклась на жаре, у нас все жарче и жарче становится. Хочу вам сказать. О, ты пришел! Сейчас я буду снова тебя отлавливать. Иди ко мне. Ну иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Стой! Нет, не получилось. Ну, что сейчас получится. Вообще его Дима хорошо ловит. Опа, все. Пошли. Пойдем, говорю. Так. Так, не надо так делать. Ты на поводке. Идем. Сейчас, ребята, я быстренько вот этого товарища загоню к себе в подсобку. Потому что он выстраивает его отношения. Так, заканчивай. Все, простите. Опа! Что здесь за смотровая площадка образовалась спонтанно? Ну, разойдите просто. Как-нибудь-то, пожалуйста, что ж такое? Все. Не-не, они сами приходят, когда они хотят. Уже домой. Они приходят и выстраиваются вот здесь. И я по очереди просто снимаюсь их с колясок и загоняю. Ну, не загоняю, а завожу. Вот, просто хаску я сейчас убрала, потому что очень много внимания было. Слипнир пришел к Агнии, которая не гуляет в его выгуле. Она маленькая, и, соответственно, не хотелось получить каких-то проблем и конфликтных ситуаций. Вот, а так-то они сами все приходят и они в адеквате. Вот, когда выходят и когда ставишь на коляске, тогда сложно, потому что они все ломятся, их много, и они очень активны в начале выгула, естественно. И пока я ставлю на коляске, во-первых, это все обосрано вокруг, ну, что, естественно, от активности повышенной. И, во-вторых, когда вот пристегиваешь сбрую, ты лапы им в перемычку закладываешь, а они ими дергают там, выкручиваются, сбрую невозможно застегнуть порой, потому что собака уже побежала. Если ты еще на коляску не одел, собаку, она уже бежит. Вот это сложно, да, там надо напрягаться физически. А снимать они уже спокойно приходят, когда домой снимать нормально. О, Димка привез меня. в мою волшебную таблетку. Весенька, ну и мальчик. Абрарчик у меня хорошего. А, ты нельзя гладить Абрару? Только тебя можно, да? Да? А язык можно почесать? Дурачок. Ай! Ну, видите, вот сколько у меня спинальников? Ну да, наверное, все-таки-то много. И это не все. Некоторые в свой выгул сегодня не пошли, а есть еще второй выгул. Дим, я очень ждала вот до твоего отъезда баночку. Я тебя просила принести мне. Не слышишь, что? Что? Да, я в эфире. Нет, у лисы есть свой выгул, они гуляют. И у меня есть эфиры с выгулом даже. И фото с выгула есть тоже. Просто невозможно освещать все это одновременно. Тут разрываешься и постоянно спрашивают. Ну, то есть, понимаете, я, допустим, очень редко публикую выгул вот этого пятого корпуса. Это же не значит, что они не гуляют, правильно? Меня постоянно спрашивают, типа, а когда эфир со спинальниками? А когда эфир с лисами? А когда эфир с гончами? А когда эфир со вторым корпусом? Ну, невозможно, ребят, с такой нагрузкой всех равномерно, да, слово, да, равномерно освещать и даже снимать. Ну, сами понимаете. Тут меня, а, ну, плюс хейтеры говорят. А когда она все это успевает? Еще вот это вот все. Постоянно торчать в Инстаграме. Я и так постоянно торчу в Инстаграме. То есть, я вот на выгуле с телефоном, закончу эфир, начинаю снимать, снимаю стори, снимаю фото, пишу посты, пока я на выгуле нахожусь. Я не пишу посты, только когда я работаю, когда я иногда сплю и когда я кормлю собак. Просто я не могу писать посты, когда я кормлю, там все руки заняты, естественно, мясом, фаршем, перчатками, витаминами, всем. Все остальное время провожусь телефоном и пытаюсь для вас, да, максимально подробно показать их жизнь. Но, как видите, и этого все равно мало и не хватает для того, чтобы полностью, полностью, как это, создать, полную картину, короче, прислать полную картину происходящего здесь. Я порой даже, а, вот телефон на зарядке, например, когда я порой иду и думаю, блин, классный момент, надо, блин, вот как жалко, что я его не сняла и не показала, но, упс, телефон был на зарядке. Так что вот все настолько у нас плотненько, плотненький график. Спасибо большое, родная. А можешь мне вот эту штучку вот так вот опустить? Могу. Спасибо. Да. Ну, крыша опять отлетает, смотрите. А, Дим, Дим, самое главное хотел сказать, надо сегодня сделать задвижки в Лесятнике в новом. Я даже не могу к ним зайти без страховки. Я сегодня с утра не могла к ним зайти. Обратные задвижки в новых Лесятниках. Что? Кайр гуляет как раз в пятом корпусе. Я недавно выкладывала видео с ним из помещения. В посте, где я писала, что собаки всегда просыпаются в хорошем настроении, там я показывала Коржа. Вот, но он гуляет в пятом корпусе, а пятый корпус я не эфирю принципиально, потому что там очень много собак одновременно гуляет, и нужно следить в оба и успевать фотографировать. С эфира там просто не получается делать, потому что я постоянно бегаю по всему выгулу и слежу за всеми собаками, кто как гуляет, кто чем простите, какает, и как все взаимодействуют друг с другом. Вот, соответственно, понять и простить. Спасибо большое за комплимент. Мне очень приятно. Да-да, очень стараюсь быть продуктивным блогером, собакоблогером. Да, и потом по поводу лисьего выгула не было возможности, точнее, не было смысла его показывать в течение практически всего июля, потому что там были такие заросли выше моей головы, что лис было не видно. И я постоянно Диме говорила, Дима, надо что-то с этим делать, я не могу показывать выгули лис, потому что их не видно. И вот Паша скосил нам на, не помню, на этой неделе, что ли, или... Короче, вот недавно совсем он там скосил, все, и я очень возрадовалась тому, что хотя бы лис может теперь показывать, так что ждите, скоро запишу лисе выгулу. Может быть, я поставлю таймлапс, просто телефон заряжу хорошенько, поставлю его, прикручу повыше, и запишу лисе выгулу в ускоренке. Ну и потому что, ну и как бы на эфир, ну или найду время на эфир, но явно не сегодня, потому что сегодня получается какой-то уже долгий эфир со спинальниками, ну значит, вот на днях. Плюс еще мне надо будет пополнить счет телефонный, потому что туда Wi-Fi не добивает, и там я эфир не могу провести, вот прямо сейчас пойти, допустим, и мы там ничего не увидим, туда не бьет. Пополню счет и проведу. Ну, видео с коржом можете найти по хэштегу Корж Кристофер Робин, я думаю, что он должен там высветиться в одно из последних видео. Что? Я не буду есть мороженое, я не хочу. Я не хочу, у меня нет рук. Родной, не хочу. Да, перестань. Дим, не хочу. Ну, нету, значит, нету. Я и не просила. По поводу собак, проблем и консультаций. Я с удовольствием вас проконсультирую по поводу тех вопросов, в которых я сама разбираюсь благодаря своему опыту, но в чате Телеграм. Пожалуйста, заходите, задавайте свои вопросы, я приду и отвечу туда. Попасть в чат Телеграм можно точно так же по ссылочке из моего Инстаграм-профиля. Из шапки моего профиля там написано тот самый чат Телеграм. И я... Все, вафли устал. Я надеюсь, что у вас получится зайти, потому что в другом формате мне неудобно консультировать и отвечать на вопросы. Я не успеваю. Я надеюсь, что у вас получится. Пожалуйста, попробуйте. Там просто надо зайти и просто написать текстом свой вопрос. Я обязательно туда приду и подробно отвечу всем, чем могу помочь. Майму показать сейчас не могу, потому что туда не добивает Wi-Fi. Ой, хасочку всталил опять. Такие мы веселые. Вообще, они уже все устали. Так. Опять цепанулись, да? Ну, давайте расходимся вот так вот я вас аккуратненько вот так вот опа и все. Люси, сучка. Сучка. Люси, сучка. Ой, какая, да. Вафля, ну иди отдохни. Нет, я тебя не звала, Ксения, иди отдохни. Полежи где-нибудь. Так, что-то у нас пересветы как будто пошли. Домра, уши свесила. Не, ну вот посмотрите, какая она жирная. Ну, для спинальницы это прям вообще... Кажется, кого-то раскормили, называется. Ее поднять невозможно уже. Капец просто. Не ребра и спина как столик. О, бля, я про тебя тоже сам могу сказать, кстати. Так что, раскормить-то многих спинальников можно. вот так у меня тоже в прекрасной форме, например. Ну, добрару меня раскормить получилось только зимой. Там он ел огромное количество сырого мяса, просто огромное. Наверное, в тройной дозе, вот, до дневной нормы. и он нахер, нахер, но это не дохер, но я бы, ну, я бы могла, но, да, я бы, я бы, Бельве тоже далеко не худой У Фрея еще не отъелась, потому что ее сложно очень кормить У нее, когда были два обострения, ее заболевание вообще было тяжело Все, когда я выкармливала шприца, там не до веса, там бы выжить была задача Вот, но сейчас она уже, кстати, она просто линяет, так странно, ну не странно линяет, она просто линяет Вообще она уже не тощая и не ребристая Плюс у нее перелом, да, Фрюш, я про тебя, перелом же ровно по центру спины, она сгибается ровно вдвое А поэтому вот этот вот угол, вот он прям вот такой вот, опа, а потом так, опа Тоже создает впечатление, что у нее, но это не ребра, это просто, это вот у нее линька Да, линечка, когда она прольнеет, она будет очень ровненькая и красивая Люси тоже толстенькая жопка, да, да, такая спинка у нас Стой, 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 подожди, шланг, весь, все, спасибо А сейчас Лейпнер опять свалил к лисе, да, нет его здесь И вот смотрите, дом рустал, она пришла к двери и намекает, как бы, да, своим видом, что пора бы уже и полежать А еще лучше полежать, поесть, а потом еще полежать Ну мы выполним сейчас ее пожелания, уже пора сворачиваться с эфиром Смотрите, я сейчас подхожу к двери, они все, в принципе, потихонечку тоже стекаются к двери Ой, что это такое было? Вот, так что, сейчас мы узнаем, кто из них хочет домой, смотрите Вот все, кто активно пошел, хотят, пельви еще не хочет Вакли тоже пошел демонстративно гулять куда-то Нет, ты все-таки не устал, ты гулять пошел? Ну иди Вот, а эти товарищи уже хотят Даура, чуть потерпи еще, погуляй минут 10, и я тебя верну не без Всем привет, кто только зашел, мы уже тут расходиться собираемся, потихоньку Да, я прочитала про Люсеньку и маму У нас тут периодически смешно происходит, когда у меня две собаки с именем Макс Вот так получилось, у меня есть Максимилиан Первый и Максимилиан Второй Они очень похожи друг на друга, и именно поэтому пошла эта история с двумя одинаковыми именами Представляете? Один живет во втором корпусе вот здесь, а второй живет в четвертом Соответственно, в два раза чаще я кричу на выгуле «Макс!» И, конечно же, Макс, который у нас работает, прибегает на эти крики Я говорю, я не тебя зову, я говорю, я зову собаку И сейчас я вот уже думаю… О, мамина дочь пришла Сейчас я уже думаю как-то… Так, так! Не надо так делать! Пардон Вот, как-то надо этот процесс устаканить Чтобы Макс не дергался на мои крики, когда я собаку зову, это смешно Хорошо, что нас Алексеем еще никого не зовут Лешеньку-то я тоже часто кличу Довольно-таки Смотрите, какие вилялки вилючие Здесь у нас вилялочки Ладно, ребят, все Я собираюсь их распаковывать Уже на базу У нас становится очень жарко Не хочется никого перегревать И у меня аккумулятор совсем уже садится Я хочу успеть вам сохранить Еще этот эфир Что ты возмущена? Ты тоже вилючая собака Она, видите, тоже вся кривая, переломанная Инсультная, неврологическая Вот такая она вот Но живет и радуется И хвостом виляет своим И она чашечка старая Макс Особенно когда Макс, иди сюда, я зову То он всегда приходит А я зову собаку И это помноженное на два Потому что собаки две У меня, конечно, уникальная семья В том смысле, что у меня две собаки Могут называться одним и тем же именем С учетом моей фантазии по именам Вообще, в принципе То есть виспасиан Флавий Да, и одновременно два Макса Я странный человек Фря, не трогай ее, пожалуйста Вы снова сейчас зацепитесь колесами и все Мне бежать В принципе, там вилялки такие смешные Ой, вафелька такой Ой, ой, а мать-то, мать-то уже давно отошла Да, мать-то здесь И чего? Чего-то ты затормозил Да Ладно, ребят, все Дом уже точно устала Я, короче, сворачиваюсь Всем спасибо большое Давайте попробуем дойти до Слейпнира Ну, если отключится связь, то простите Понять, простите На этом будет все Я больше в эфир не буду выходить В третий раз Вот, смотрите, как они за мной бегут О, как мы оживились-то, боже мой Ну, пошли дальше Колесничный заезд И где? А, вот, ну, вот торчит, смотрите Дошли до него Ставит, смотрит Что, ты к Бахаре хочешь? Мм? Конечно, хочет к Бахаре Конечно А я вам объясню, почему здесь лиса спит просто На выгуле у нас Как раз к вопросу выгула и лиса Вот, спит лиса себе в тенечке спокойно А Слейпнир Вот, пришел и уши на нее ставит А у нас так Ой, там еще еноточка спит Сейчас попробую вам показать ее через дырочку Какая себе получится Вообще, там, я смотрю, лежащие морских котиков Не побудить бы их сейчас Сейчас, 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 сейчас Ну, пожалуйста Покуснись Блин, ну, пожалуйста Да, господи Что же за хрень-то Сейчас, ребята Ну, ладно, жопки Вот, сейчас, Майму покажу Но это будет очень сильное увеличение Ну, в общем, вот она Вон Все Короче, вот, Майму показала тоже Внезапно Сама не планировала Не надо лаять Не надо Странно, что здесь добивает Я так счастлива Здесь потише И такой тенек приятный Все, чего мне не хватало А вы в двери еще О, боже Ну, прошла она даже Продолжение следует...